Друзья, привет всем и с вами я Михаил Шилов, автор проекта drshilov.com, buddushilov.ru, correkatura.ru и всяких прочих разных рук. Это, честно говоря, мой первый эфир на фейсбуке. Я хочу поговорить на разные такие животрепещущие темы, на которые, честно говоря, мне задают вопросы. Мои самозанимающиеся люди считают, что на эти вопросы я могу дать ответ. Но, видимо, дело в том, что, проводя различного рода семинары, мастер-классы, совсем по другой тематике, по тематике боевых искусств, я правильно, прямо или кухонные вопросы, и поэтому, видимо, так... И по мне, значит, просто пишутся сослужебные сообщения, я подумал, в чате сообщения пошли. Вот. И поэтому я решил на эти темы говорить. Потому что и в кухонной философе тоже интересуются люди, и задают вопросы. И один из самых частых вопросов связан с тем, что, учитывая мою такую активную деятельность, и спрашивают, как успевать все. Потому что видишь, что мы имеем в рамках коррекции тела, и в рамках боевых искусств, в рамках инфобизнеса оффлайн, и прочих других различных проектов, коммерческих и некоммерческих. Вот. И как все, к мужу еще себя, отдых, какие-то поездки, и вот все вот это вот. На самом деле, вот, все просто и очень сложно. На самом деле, с годами. Потому что, когда ты молод, у тебя дело-то немного по сути. Есть определенные виды такие, как, там, учеба, родители, друзья, любимая девушка, и все. Но чем человек становится, у него появляется уже больше дел, больше ответственности. Соответственно, у него становится меньше времени. И вы сами видите, да? А по своей жизни замечают, что времени становится с каждым меньше. Оно вспоминительно летит. И надо успеть все. Все, новые проекты, новые дела. Их надо как-то реализовывать. Надо продолжать старые, потому что они устаревают. Что делать? Ну, на самом деле, если мы проанализируем, почему не все хорошо получается скрывать, то причин, на самом деле, буквально несколько. И они на поверхности. Мы сами они не знаем очень прекрасно. Во-первых, мы делаем в основном то, что нужно делать, а нравится. Прочин, на самом деле, мы откладываем на потом. Это первое. Второе. Второе. Мы часто зарубаемся в рутину. То есть, у нас есть ряд часто повторяющихся, которые скидают огромное количество времени. Жизненное, но в то же время проникают рутинные дела. Прошло полдня. Уже пропала инициатива. Уже иссякает энергия. Возможно. Вот, короче, самые важные и перспективные дела так и остались отложенными на потом или не сделанными. Но, самое другое, но самая вещь – это бездействие. Бездействие только можно назвать это ленью, можно назвать это как-то по-другому. Но, наверное, лень – это правильное понятие. И вот, на самом деле, нельзя оказаться, как вот обычно, я ничего не хочу. Нет. Проблема может быть не в том, что вы не хотите что-то делать. Проблема может быть в том, что вы хотите. Но не начинаете. И вам так удобно. А с чем это связано? Это может быть у разных людей по-разному. У некоторых людей это перфекционизм. Вот это, что свойственно мне было и есть, наверное, и с чем не было. Я вообще постоянно борюсь. То есть, для перфекциониста хочется сделать все очень хорошо. Если он чем-то занимается, проектом должен, ну, если не лучшим в этом стать. Я, слава богу, это лично убедил. Вот. У себя. И вон того же. Ну, по крайней мере, сделать это очень хорошо. Очень хорошо. И вроде все похвально. Так человек и должен поступать. Но, понимаете, как рефекционист это гипертрофицировано. То есть, из-за того, что ему надо сделать все очень хорошо, он очень долго занимается подготовкой. Ему нужно, чтобы у него были все инструменты. Ну, инструменты я имею в виду. Ты пила молоток. А инструменты, которыми воплощаются те, которые он собирается делать. У него должно быть значение времени и качества. И чтобы делать, если времени не хватит. Вот. Поэтому вот это вот открытие. Ожидание и получение новой информации. Оно делает часто проект перегруженным. И еще до того, как он начался в жизни, он уже настолько перегружен, что становится тяжел. Человек уже даже думает, что не может ему платить. Он становится сложным в самом начале. Еще до его реализации. Вот. Вторая причина. Это ложный стыд. Ложный стыд. Это когда, не видя того, что вы хотите делать, что это в жизни. Не видя того, что вы делаете то же самое, что делаете вы. Вы боитесь просто не получить их поддержку. Или прямо не получите их поддержку. И поэтому это не делаете. Поэтому огромное количество людей хотят пойти заниматься. На стадионы. Там делать разминку, гимнастику, пробежку. Ну, они понимают, что они сейчас вот не в кондиции. Предположим, человек толстый, там что-то еще. Буду отдать от своего дома. И будут там что-то делать. А чаще всего я такое делаю. Когда отдыхал на различных курортах. Ездил по Европе и Азии тоже. Человек, предположим, покупает пивку в отель. И думает, вот было бы неплохо сам заняться. Ну, здоровым образом жизни. А вдруг там оказывается, что нету спортивного фитнес-центра. И вот, чтобы ему не выйти на улицу с утра. И прямо педателем на плачере трактор сделать гимнастику. Дыхательный, а что еще? Кто-то там обознению мог бы сделать. Кто-то поджиматься просто с уставной гимнастикой. Нет, он этого не будет делать. Потому что люди сейчас пойдут на завтрак. И даже понимают, что он в этом нормально делает. Он будет этим заниматься. Как это все преодолевать, я сейчас не буду рассказывать. Это тема следующих подкастов. Я сейчас обозначить хочу, на какие темы я буду разговаривать. Вот. Ну, и из этого ложного стыда вытекает еще боязнь. Например, это критики. Это очень важно. Мы не можем понимать, что оно неверное. Особенно, когда критикуют люди, которые сами ничего из себя не представляют. Ну, вообще какие-то. Он человек полный и решил дальше наниматься. Пришел на стадион, а там на лавочках, то есть это футбольный стадион, предположим, да, там гаревая дорожка вокруг стадиона. Сидят, значит, такие же, как он, или тоже люди, или, я не знаю, и выпивают, там, пиво сидят. А он вот в форме такой решил позаниматься. Пришел скромно где-то, стыдливо, в лучшем слезал, что поделал, ноги потянул, и все, пошел домой. Почему? Потому что он боится, что у него как-то посмотрят. и он услышит за спиной, и его напрягает. Ну, вот это просто беда. С этой причины огромное ощущение. Не в спортивный зал, не в студии он не способен. Вот. Дальше, следующая причина. Это боязнь. Не боязнь. 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 Усех. Это что-то ожидать. Долго что-то случается. Предположим, человек долгое время боролся с лишним весом, ну, и без векового человека, буквально, да. Для абсолютного большинства населения. Кто-то за проблемой принимает. Для кого-то это очень важно. Для кого-то менее. Но это че-то проблема. И есть другой рулик. И хотят набрать силу. Ну, я вдруг так. Ну, получается. И. И. Он уже. Не верит. Собственно. И поэтому. Новое. Содвижение. В этой теме. Да. Ну, кто-то предлагает. Тайбус. Выходит. Видит какой-то. Амотивирующий. Вызывает у него уже больше отрицания. Но тут. Надо покопаться. В причинах. Почему у него это ранее не получалось. Возможно, он. Из-за. Массы. Причин. В том числе. Перечисленных. Сам. Сделал так. Что у него это не получилось. И. Все. И. В этом. Вся беда. Дальше. Отсутствие. Присылок. Что у этих ссылок? Ну, это. Такая. Многогранная. Причина. Я ее попытаюсь. Раскрыть. Таким образом. Человек. Ищет. Какие-то предпосылки. Какие-то стартовые. Моменты. Для того. Чтобы. Начать. Человек. То есть. Ему. Трудно. Определить. Прямо начну. Действовать. Вот сейчас. Раз. И начал. Я знаю, что это правильно. И поэтому начать. Он ищет. Предпосылки. Такие, как. Понедельник. День рождения. Новый год. Начало. Нового месяца. Покупка. Там. Абонимента. В клуб. Не понимаешь. Вот эти. Реальные. Привязанные. Ко времени. Моменты. Они. Ничего не меняют. И. Проблем. А. Тренируют. Его. Тягивать. И. Вот. Исполнение. Принятых. Решений. То есть. На самом деле. Мы. Тренируемся. Совершенствуемся. В том. Чтоб. Не делать. Оттягивание. И. Чем. У нас. Лучше. Получается. Мы. Возвращаться. Практически. Немедленно. Это. Самый. Важный. Момент. Любое. Время. Для. Нужного. Действия. Это. Незамедлительно. Такая. Ей. Предпосылка. И. Если. Задело. Безополагательно. То. Закончить. Его. На удивление. Быстро. Это. Взятого. Из. Моменты. В листве. Да. Еще. Тогда. Тогда. В Японии. Древние. Люди. Про это. Знали. Понимали. Потому. что. Фундаментальные. Истины. Ну. И. Еще. Такая. Тема. Которая. Следующая. Вликает. Это. Суть. Мотивации. Нет. Мотивации. Нет. Такого. Кэса. Который. Ну. Пинка. Сраку. Если так. Грубо сказать. Который. Который. Подтолкнет. Ну. Начать. С действий. Это. Характерно. Вообще. Для. Любой. Сферы. Деятельности. Абсолютно. Вообще. Ну. Эту. Мотивацию. Он. Ждет. Что. Ему. Кто. Там. Мотивирующие. Родики. Может. Вроде. Уважаем. Делать. Для себя. Замотивировать. Но. Он. Не формирует. Мотивацию. Внутреннюю. Он. Пытается. Получить. Мотивацию. Внешнюю. Понимаете. Если. Уже. Понимаете. Это. Правильное. Принятие. Решение. О том. Как. Нужно. Действовать. Это. Уже. Мотивация. Теперь. Нужна. Нужен. Старт. Для того. Чтобы. Произошел. Старт. Нужно. Позитивное. Настроение. Хорошее. Стартовать. Начать. Действовать. Человек. Часто. В. В. Угненном. Состоянии. Он. Потому. И. Мотивации. Что. У него. У него. Машина. Есть. На которой. Ехать. Вот. Он. У него. У него. Бензина. Нет. То есть. Топлива. Которое. Заставит. Двигаться. Вот. Это. Хорошее. Настояние. И. Знаете. Для. Абсолютно. Любых. Действий. Хорошее. Настояние. Может. Формироваться. В. 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 Один. Wonder. День. Четверто. В. Я. Бумя. С. В. В. Ни в коем случае не надо поднимать его всякими наркотическими препаратами, никакой фармакохимии, этого делать не нужно. Можно абсолютно те же самые ощущения получить в выработке из собственных нотопиоидов, которые в нашем есть организме, то есть эндорфинов и кефалинов. Получить такой допаминовый резонанс, если определенным образом правильно воздействовать. Об этом я отдельно тоже поговорю. Это очень помогает. И особенно помогает, например, вот это проверено точно, 100%, на многих людях, кого я это научил, вставать рано с утра. Когда человек с утра встает и говорит, если я с утра не высос, то я уже никого не люблю с самого утра. Не то, что других, он даже себя не любит. Вот. Даже себя. Такое, чтобы себя и других полюбить, нужно с утра получить хорошее настроение. Заряд такого настроения хорошего. И вот это на самом деле можно добиться механически. А если вы выработаете такой рефлекс, что вы с утра будете постоянно получать эту выработку нотопиоидовыми коленами, у вас уже выработается рефлекс. Вы просто посыпаетесь с утра, будете тут же, ваше огонь уже отпустится, чтобы настроение было высокое. Но, знаете, это работает очень хорошо тогда, когда у вас есть все-таки определенный режим дня. Если, конечно, там полчаса и целый день просили за компьютером, то это все равно работает, но в меньшей степени. То есть эффективность это низкая. Ну вот, собственно говоря, я обозначил ту проблематику, которая не позволяет начать действовать. Либо вообще не позволяет начать действовать. Либо они действуют не так эффективно и не так хорошо. Я смотрю, стали подтягиваться люди в эфире, а я, к сожалению, его хочу уже заканчивать. Я надеюсь, вот это, честно говоря, мое первое извещание на Фейсбуке в прямом эфире. Наверное, зависит, как это есть. Очень бы хотелось, чтобы она была такая, как и на Телеграм, на Перископе и на вебинарах. Было бы очень здорово. Я тогда обязательно ссылку дам еще на это видео на страничке самосвязи, которая называется «Кухонный философ». Как я сказал в самом начале, что я решил на такие темы поговорить, потому что ко мне приходят вопросы на тему, как успевать. И в плане физической культуры, и в плане бизнеса, в плане быта, в плане путешествий. Есть рецепты. Они пришли со временем, что ничего нет такого, что не мог бы сделать другой человек, если он видит, что то же самое кто сделал. Вот одна из самых сильных мотиваций, это такая, ну, то есть это найти такого человека, который, неважно, будете вы с ним общаться, и кто-то увидит, что это возможно. Если вы видите, что кто-то добился достижений в области культуры, в какой-то культуре, в которой вам интересно заниматься, у нас всех один и тот же гимнатип практически. Гениальность – это тема, она может пробудиться в абсолютно любом человеке. Просто все это дело спит. Ну, и даже если какие-то люди особо талантливые, то, понимаете, ну, они будут сверхуспешны в теме. Вы можете быть в теме, в которой хотите заниматься не сверхуспешно, но добиться выдающихся достижений. Если тот человек гениален только в одной теме, он там добился больших достижений, то вы можете добиться во многих, если есть методология, есть смс-способ. То есть, таких я людей надужаю больше, поэтому я всегда любил те виды спорта, которые, там, семиборья, десятиборья, многоборья различные эти виды, вообще пятиборья вообще тащусь просто. Вот это супер. И люди, которые в них добиваются хороших результатов, являются кандидатами мастера спорта, мастерами спорта, для меня интереснее и являются примером большим, чем чемпион мира, по спрингу, например, ну, Сейнболт, который только бегать умеет. Если бы он еще умел бы и на лошади скакать, и с пистолета стрелять, и вихтовать, и плавать, и на велосипеде ездить, и что-то еще, было бы. Но не был бы чемпионом мира и рекордсменом мира по 100 метровке, он был бы более интересен, потому что многогранные, развитые люди, они интереснее. Вот, я, собственно говоря, предлагаю нам общаться по этой теме и вопросы задавать. Я на вопросы с удовольствием отвечу, на любые, потому что, когда мне вопросы приходят в порядке личном, ребят, вот здесь тоже идет экономия времени. Трудно на них всех. Вот, поэтому вот так в эфире вообще лучше. Но было бы лучше всего, что если бы я не умел и не строил для себя какого-то гуру, а у нас общение было бы, ну, живое. То есть были вопросы, а я бы отвечал, а может быть какие-то даже были споры и дебаты в сообществе. Вот. Это я не рекламу в сообществе делаю, не вздумайте подумать. Просто, действительно, хочется пообщаться. Вижу всех, кому часто ставлю лайки и кто ставит лайки мне, что все в эфире. Ребят, был очень рад. Давайте до новой встречи. Я постараюсь выходить в эфир регулярно. Я еще пока не придумал, в какое время точно я это буду делать. Вот. Но, скорее всего, это будет с утра, после утренней тренировки. Ну, сейчас у меня пробежка прошла с утра. Я позанимался на стадионе, хотя погода безобразная, и Мороси, и все такое прочее. Выходить в эфир в районе с 9 до 10 часов, а потом определю точное время. И буду всегда рад общаться. Пока. Не знаю, как эфир пока закрыть. А, вот вижу кнопку завершить. Сейчас посмотрю, есть ли запись. Удачи.